Нобелевская премия полностью находится под американцами, и это есть их пропагандистский ресурс. Поэтому слово «достоин» здесь не очень приемлемо. Для меня, если они не дали эту премию Путину, как раз и означает, что Путин проводит с их точки зрения неприемлемую для них, а значит как раз политику пророссийскую. То есть Путин не выполняет их приказы как внешнеуправляющих России, а пытается в России наладить национальную жизнь, и чтобы российская политика, экономика обслуживала интересы граждан России и ее союзников. И в этом плане, я бы сказал, вопрос поставил на другому. Является ли радостным событием запрет Нобелевского комитета и Соединенных Штатов дать премию Путина? Конечно, является. Это показатель, что Россия еще борется за свою свободу, за свой суверенитет, и это очень важно. А то, что они при этом дали просто исполнительному органу, да еще и обезличенному, который просто выполнил ту работу, которую организовал Путин в результате своей политической борьбы, это как раз подчеркивает то, о чем я сейчас сказал до этого. То есть американцы должны готовы давать премии даже водопроводчикам, лишь бы не тем людям, которые не слушаются их приказов.